Добрый день, друзья! Тема сегодняшнего урока – кожно-мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Поговорим об этих анализаторах. Напоминаю также вам о том, что у любого анализатора есть три составные части. Это периферический его отдел, проводниковый отдел, и центральный отдел или воспринимающий отдел. Периферический – тот, который получает раздражение из окружающей среды, специфическое раздражение. Проводниковый – тот, кто передает нервный импульс непосредственно в орган центральной нервной системы. И далее центральный отдел, собственно, воспринимающий и выдающий в ответ на это результат. Что такое кожно-мышечная чувствительность? Это, иначе говоря, осязание. Мы, коснувшись чего-либо, можем ответить себе на ряд вопросов. Мы можем сказать, какова температура объекта, до которого мы докоснулись. Мы можем сказать, какова структура его поверхности – шершавый он или гладкий. Мы можем надавить на него и понять, мягкий он или твердый. В свою очередь, когда на нас оказывается какое-то раздражение на нашу кожу, мы тоже можем на это ответить. Если кто-то нас щипает, мы это как раз таки воспринимаем благодаря кожно-мышечной чувствительности. Обработка этой информации идет, как указано было на слайде, в теменной доле головного мозга. Как и у прочих анализаторов, все начинается с рецепторов. Они воспринимают раздражение. И здесь я сделаю такую ремарку, скажу, что по своим характеристикам это могут быть разные рецепторы. Рецепторы, которые воспринимают давление – это барорецепторы. Мы коснулись твердой парты или мы коснулись какого-то мягкого дивана – это барорецепторы. Рецепторы давления позволили нам понять, какова структура этого объекта. Если мы анализируем температуру, коснулись горячего чайника или холодного льда – это терморецепторы, которые тоже локализованы в коже и дают нам ответ на вопрос, а какая, собственно, температура. Почему нужно такое обилие разнообразных рецепторов в коже для того, чтобы нас защитить? Потому что, когда интенсивность раздражения выходит за определенные пределы, либо слишком горячо, либо слишком холодно, организм посылает болевую импульсацию. То есть мы ощущаем боль и это своеобразный сигнал доминанта, который требует немедленно прекратить это воздействие, потому что оно может быть губительно, может быть опасно для организма. Далее идут нервные импульсы и воспринимаются корой головного мозга. Вот, пожалуйста, участок кожи, на котором расположены самые разные рецепторы. Рассмотрите их внимательно. Тут есть и холод, и боль, и тепло, и давление. Это все рецепторный аппарат. Далее, обонятельный анализатор. Очень сложно в период коронавируса, не могу не сказать об этом, жить без обонятельного анализатора. Да, многие люди испытали это в последний год на себе, когда они принимают пищу, однако не ощущают ни ее вкус, ни ее запах. И, конечно, в этой ситуации обонятельный анализатор становится незаменим. Зачем он нужен? Во-первых, для адекватной оценки пищи. Можно ли ее употреблять или нельзя? Свежая она или нет? Потому что, ну, вряд ли мы с вами станем употреблять тухлую пищу. А как мы поймем, что она тухлая? По характерному запаху. Обонятельный анализатор, его рецепторы располагаются в верхних носовых ходах. Рецепторы, воспринимающие эти сигналы, посылают импульсы в обонятельные луковицы, а те уже непосредственно проводят эти сигналы в головной мозг. Вот, обратите внимание, эти характеристики тоже представлены здесь. Оценка обоняния осуществляется в центральном отделе анализатора, которым является височная доля коры головного мозга. Так, это мы указали. Это просто схематичное отображение последовательности восприятия. Ну и, наконец, у нас остается анализатор вкуса. Тоже актуальная тема в контексте коронавируса. Тоже для оценки качества пищи и, в принципе, ради удовольствия гурманов. Да, поскольку это позволяет нам оценить баланс различных специй и вкусовых характеристик. Какие же вкусы мы с вами можем распознать через эти рецепторы? Надо сказать, что рецепторы эти локализованы в различных частях языка. На схеме они сейчас отображены. Мы видим, что с помощью этих рецепторов мы воспринимаем горький, кислый, сладкий и соленые вкусы. Различный их баланс, адекватный баланс позволяет пищу назвать вкусной. Оценка вкусовой чувствительности производится также в центральном отделе анализатора, а именно в височном отделе коры больших полушарий. Что ж, друзья, на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.